Доброго времени суток, подписчики группы Сады для души. Сегодня я поговорю о болгарском перце. За окном у нас еще зима, но уже пора высаживать болгарские перцы. Будет снята серия видео от семян до оплодоношения. Сегодня я расскажу о замачивании семян болгарского перца, для чего это надо и как это делаю я. Разнообразие сортов на рынке болгарского перца очень богатое. То есть это толстостенные перцы, конические перцы, ранние, средние, поздние сроки созревания, как для открытого грунта, так и для теплиц. Я сажаю разнообразные виды, больше толстостенные, наверное, и разноцветные. Это для чего мне надо? Для консервирования, чтобы в банках разнообразные расцветки были. Это очень красиво смотрится. Что нам для этого надо? Берем, значит, болгарский перец, сами семена. Дальше. Ватные диски я использую, кто-то марлю. Значит, намачиваем диск, так, чтобы с него не секло, просто он, чтобы влажный был. Дальше. Берем наши семена. Вот, например, оранжевый бочонок, восточно-деликатесный сорт. Кстати, я сажаю вот сорта перца, стараюсь сажать агрофирмы Поиска, Элита, как бы мной уже проверено, и хорошо зарекомендовали себя на моем огороде. Поэтому я доверяю этим агрофолдингам. Схожесть великолепная у них. Выпада мало, то есть, семена отличные. Разрезаем пакетик семеной. Насыпаем на наш диск, сколько нам надо. Стараемся распределить, чтобы семечки не касались друг друга. Дальше уложим сверху второй диск. Опять же, так же смачиваем. Чтобы здесь не текло. Мы промахиваем артируем. Дальше. Либо в стейп пакет закрываем. Либо Наш золотоновый пакетик, вот, пищевой обычный. Дальше подписываем сорт наш. Закрыли пакет с семенами во влажной среде. Дальше обязательно мы что делаем? Либо подписываем пакеты, либо мы Ложим на пакет, который вот, куда взяли семена, чтобы не перепутать сорта. Вот я делаю так. Ложим в теплое место. Ну, я батареи ложу на столик батареи. Каждые два дня проверяем. Как только наши семена дали проростки, дальше мы начнем заниматься уже высадкой их в стаканчики. Я все-таки приверженец, что баклажан, что и перца, посадка в отдельной емкости. Они не любят, когда трогают их корневую. Но это я в следующих видео об этом поговорю. Почему именно я занимаюсь замачиванием семян? С чем это связано? Во-первых, я всегда вижу, какие семена замерли при замачивании. То есть, который просто стаканчик, с которым у меня не простоит. А во-вторых, это ускоряет сроки по выходу из земли уже пророщенных семян. То есть... Ну и вообще, это удобно. Замачиваю также помидоры и баклажаны. Так, значит, следующее видео у нас будет снято уже по посадку пророщенных семян. Еще раз повторюсь. Каждые два дня мы проветриваем пакетик. И обязательно смотрим на пророст. Ну, как семена наши проросли. Так, с вами был Сад для души. Всего доброго. Следующее видео у нас будет снято уже по поводу посадки пророщенных семян. Мы посмотрим, как они у нас проросли. Вот. И будем высаживать их все-таки в отдельные емкости. Всего всем спасибо за просмотр. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok